Добрый день всем. Персонально ваш Алексей Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы. Вопросы были заданы и в интернете. Там есть вопросы, которые достойны рассмотрения. Это очень хорошо и приятно. Поэтому снимается ваш вопрос, что давно не слышно аптеки за углом. Она не нужна, просто не нужна. Она не закрылась. Алексей Венедиктов, Алёша, добрый день. Добрый день. Есть вопросы в ВКонтакте, в различных сетях и вызван в вашем распоряжении. А также плюс семь девятьсот восемьдесят пять, девятьсот семьдесят сорок пять, сорок пять. Можете присылать смски также через наш сайт. Обратимся к некоторым деталям прямой линии. Первое. Здесь прокомментируйте, пожалуйста, вопрос Даренко Путину, Ангелина Орехова. И в интернете у нас были рассуждения о том, что, как Даренко спрашивал, имел ли он в виду прямо Кадырова или не имел. Ну, вот, пожалуйста, вопрос Даренко. Ну, что Даренко сказал, правильный вопрос, касающийся Рамзана Кадырова, хотя он его не упомянул. Но ясно было. Ну, президенту было ясно. Ну, это самое главное, да. И, во-первых, Путин упомянул о том, что он разговаривал на тему публичного поведения Рамзана Кадырова с Рамзаном Кадыровым же. То есть, такой разговор был. Второе. Он считает, что Кадыров вышел за некие границы. Хотя он объяснял, что он на ладонь, но неважно. Он обозначил позицию. И тут самая главная реакция Кадырова на слова президента после вопроса Даренко. Реакция Кадырова была следующая. Это была шутка. Но если президент считает, что это неправильно, его слово для меня закон. Шутка это была вот все эти истории. Касьянов в прицеле. Касьянов в прицеле. Сразу перейдем, мы вернемся еще к линии, к другим ее аспектам. Мы перейдем как раз к Касьянову, к коалиции демократической, к Парнасу, ко всему, что происходит. Потому что Михаил Касьянов отвечал и об этой ситуации говорил о многих других. Можете перечитать, переслушать, пересмотреть то, что у нас было в эфире. Вот сейчас история продолжается с коалицией, с Праймерис в Парнасе и так далее. История продолжается? Да. Ну, а Яшин и не только Яшин. Выходы из Праймерис и позиция Касьянова после, ну, во всем случае, после кинематографа, который им заинтересовался. На какой аспект хочешь услышать ответ? На несколько. На несколько. Коалиция, которая, насколько она крепка, насколько она разваливается. И позиция Касьянова как лидера коалиции. Никакой коалиции уже не существует. Это абсолютно очевидно. Осталась коробочка. В коробочке нет содержания. На мой взгляд. Потому что довольно известные лидеры коалиции повели себя отвратительно. С моей точки зрения. Ситуация с компроматом на Касьянова, с безобразным компроматом на Касьянова требовала солидарности. Причем это неважно. Совершенно не имеет никакого значения, каких политических взглядов придерживается тот или иной человек, который попадает в эту ситуацию. Даже если он вам лично неприятен. Но за заявлениями Ильи Яшина, Ивана Жданова, это юрист ФБК, это один из очень сильных людей, Навальновских, который тоже снялся с праймерис. И за заявления некоторых членов коалиции, менее видных или более известных, с требованием изменить структуру коалиции. Или они не понимают, или они просто пытаются снова перехватить лицензию на партию. Напомню, что сначала этой лицензии, Минюстовская, я имею в виду, обладал Владимир Рыжков, который отсудил ее в ЕСПЧ, между прочим, если все забыли. Затем, когда Рыжков был изгнан из партии, эта лицензия практически оказалась в руках Бориса Немцова, который был представителем, самым ярким этой партии, он был убит. Потом эта лицензия перешла к Асьянову, лидеру Парнаса. И теперь его, собственно, сторонники, члены коалиции пытаются его сместить с этой позиции. То есть, это такая недостойная игра, на мой взгляд, которая была заложена еще в 2014 году с изгнанием Рыжкова. Это борьба за право владеть лицензией на представительство. Если подходить к этому более мягко и считать это недальновидностью, в частности, Ильи Яшина и Алексея Навального, в меньшей степени, на мой взгляд, со стороны, то совершенно очевидно, что в таких случаях необходимо поддержать товарища. Даже если вы изначально приняли неправильное решение, что он идет без предварительного голосования во главе списка, ну, вы же договорились, ну, вы же все подписались под этим, да? И это решение было принято, собственно, против этого решения, против лидера этого, было направлен компромат на НТВ. Собственно, с целью снести его. Что же вы играете в игру-то? Скажем, НТВ, хотя, конечно, это никакое не НТВ. Тут надо признать, потому что, например, как мне известно, камера была вмонтирована в стену квартиры Касьянова. То есть, это не кто-то пришел, положил ручку записывающую и ушел. Это не так. Это хорошая спецработа, так что не надо. Про НТВ случайно попали. Так вот, и играть в их игры, мне кажется, абсолютно непредусмотрительно, если за этим нет никакого желания. Я напомню, что в январе 2014 года я говорил о том, что некоторые товарищи, в том числе и Аляшин, пытаются перехватить партию из Подрыжкова к Навальному. Растянулась на два года. Но позиция самого Навального при этом не скринная. Она гораздо более, я бы сказал, благожелательна к Михаилу Касьянову. Навальный должен был сказать одно. Все остается как прежде, и ничто нас не заставит. Он этого не сказал? Наши решения нет. А его самые близкие сотрудники... Неправда, Сережа, не надо. Его самые близкие сотрудники начинают говорить о необходимости изменения конструкции. Уходят с праймерис. Сегодня, например, Георгий Албуров, человек второй практически, ну третий после Волкова, проводит голосование. Стоит ли Касьянову остаться во главе праймерис или уйти? О чем мы говорим? Это я могу проводить такие голосования. Я не участник процесса, я наблюдатель. Это их дело. Мы можем вообще ли выигрываться? Нет, это их дело. Это дело этой коалиции. Но если достигнуты некие... Ведь Медведев тоже во главе «Единой России» идет без праймерис. Хотя «Единая Россия» проводит праймерис. Пусть они где-то шутовские, где-то клоуни, а где-то лично перелетят. Что это их, это их нравы, а у нас должны быть абсолютно демократические нравы. Абсолютно верно. И тогда необходимо было договариваться на другую процедуру. А не пользоваться фильмом НТВ как инструментом для решения этой задачи. Для сломоконструкции, о которой договорились. Послушай, Михаил Михайлович Касьянов не герой моего романа, что называется. Мы знаем о том, как он отказывался приходить на эхо из-за того, что наш сотрудник или наша сотрудница, моя помощница, писала такие блоги о том, как он испугался, не будем вспоминать то слово. Но в данном случае именно он ведет себя по-мужски. Потому что, конечно, какая цель сейчас? Надо свинтить за границу, деньги есть, живи, и пусть другие расхлебывают. Он идет на это, идет под угрозы, идет под компрометацию. Помните, я говорил эту схему, надо мной вы посмевались. Сначала скомпрометировать, потом поссориться с сторонниками, а если не получается, убить. То, что делали с Борисом. Вот его скомпрометировали, получилось. Поссорили со сторонниками, получилось. С Борисом не получилось. Но, может, не убьют тогда. Может, тогда и не убьют. Я бы хотел, ты знаешь, вопреки тому, что мы делаем чаще всего в программе персональной вашей, я бы хотел проголосовать. Вот твое дело. Я бы хотел проголосовать и поставить на голосование вот такой вопрос. Что наносит больше вред Парнасу, как таковому? Не Парнасу, а Коалиции, наверное. Коалиции, да. Ну, Коалиции, Парнас, да. Не-не-не, есть Парнас, есть Парнас, есть Смелоу. Да-да-да. Наносит вредные луги. Так, первое. То, что Касьянов остается во главе. Коалиции избирателям. Задай их правильный вопрос. Задай широко вопрос. Что ты жмешься-то? Избирателям коалиции. Избирателям, потенциальным избирателям коалиции. Что вам лично наносит большую очередь? Мне кажется, это правильный вопрос. Да, давай вот так. Давай так скорректируем. И тогда, что вам наносит? Вот вам, как избирателям, вы считаете более вредным для себя, то, что Касьянов остается? Или то, что сейчас соратники Касьянова, скажем так, ведут под него всевозможный подкоп и разваливый правильный. Требует изменения правил коалиции. Итак, если вы считаете, что больший вред наносит то, что Касьянов остается, тогда 660-06-64. Если больший вред наносит действия соратников, которые требуют изменения правил, 660-06-65. Голосование у нас пошло. Начался подсчет ваших голосов. Я повторю с вашего позволения. Если вы считаете, что больший вред вам, как избирателям, наносит то, что Касьянов остается, 660-06-64, или больше вред наносит то, что требует изменений правил сейчас соратники Касьянова, 660-06-65. Голосование идет. Ты знаешь, у нас же такая же история была. Я имею в виду вопрос этики. Казус Плющева. Когда ведь в Курилке-то по-разному отнеслись к его твиту. По-разному. Да? Но когда возникла угроза, солидарность была такова, что никто с этим ничего сделать не смог. Ни Лесин, ни Газпром, ни администрация, ни глава администрации. Просто возникла элемент солидарности. Независимо от того, как те или иные наши коллеги относились... К самосодержанию. К самосодержанию. И даже к той турбулентности, которая возникла вокруг эха. Это вот такая история. Она очень прагматичная, я бы сказал, для меня. Совсем прагматичная. Никакого пафоса. Никакого пафоса. А для тебя, скажи, пожалуйста, шансы попасть в Госдуму, это снижает или никак не влияет? Никак не влияет, потому что на самом деле парнас или коалиция, она ограничена в приходе к избирателям. У нее есть солевой избиратель. И мне представляется... Но я не буду предвосхищать результат голосования. Надеюсь, что голосуют сторонники коалиции. В данном случае противникам-то им все равно. Может, они с радостью говорят, что больше вред наносят избирателям. Они тогда и скажут, тогда мы не увидим настоящую картину. Зачем это все? Если мы так будем... Я надеюсь, что сторонники. Поэтому на самом деле, я еще раз говорю, мне кажется, что этика и этичность политической борьбы в этом случае лежит не в сфере того, что показывает НТВ, а в сфере того, как на это реагируют товарищи, соратники. Это гораздо больше этический вопрос, нежели то, что показывает НТВ, или что оно вообще показывает. Я вдруг вспомнил, пока голосуют, такую историю. Помнишь человека, похожего на прокурора? Ведь тогда же диски с этой записи разослали на все телеканалы и даже на некоторые инстанции. Да, мы говорили, да. И я очень хорошо помню, как в совершенно жесткой, безапелляционной форме Олег Добродеев, тогда руководитель НТВ, Женя Киселев, тогда руководитель НТВ, Игорь Малошенко, тогда руководитель НТВ, Владимир Гусинский, тогда руководитель НТВ, сказали, вот это говно. Ну, так же смеешь, что ли? Хотя, политически тогда канал находился под давлением Кремля, и хорошо бы засунуть Кремлю и семье, так называемой, такую дулю, было бы большое искушение, даже мысли не возникло. А когда мне позвонили ребята и сказали, а у тебя диск есть? Я говорю, да он валяется, у меня в корзине нет, уже не валяется, уже выкинули. Да? Просто, ну, просто даже вопроса не вставало. Даже вопроса не вставало. Это был Олег Добродеев. Да, такой кинематограф абсолютно нам не нужен, и принимать участие в каких-то грязных... Понимаешь, вот это и есть принятие... Это принятие участия. Это для меня абсолютно. Не надо делать вид, что этого не было, и поэтому, когда Касьянов пришел в эфир, я, конечно, с неким напряжением ждал, что вы проскочите мимо этого сюжета. Нет, вы не проскочили. Мы пройти не можем, но... И это нельзя было проскакивать, и надо было по сути. Вот здесь, ну, удивительный вопрос, но она абсолютно справедливая, от Кости из Москвы. Насколько законна установка камеры подглядывания, и кто ответит? Ну, незаконно. А вот кто ответит, непонятно, потому что непонятно, кто установил, а тут, как говорят те, кто публиковал, нам попал в руки. Нам попал в руки. Нам тоже попал в руки Фельдсиязи в свое время. Попал в руки. Знаете, сколько мне попадает в руки всякого компромата анонимного, да? У меня была тоже история довольно забавная. Тогда глава администрации президента, уже после 2000 года, уже когда «Газпром» стал у нас акционером, контролирующим, пришел, я позвал сюда в гости Александра Волошина. Тогда главу администрации президента, который боролся-то против тогдашнего НТВ и медиамоста. И я отвел его в нашу записывающую студию. Мы его там записали. А потом девочка... Это была такая неглавная студия. Там девочки работали. Она быстренько из его речи сделала прямо противоположное. Я ему сказал, Саша, вот посмотри. Уж если вот мы здесь на аппаратуре не хай-класса, мы можем из твоей речи выреза в частиц и не сделать абсолютно антипутинскую речь, то что тебе кладут на стол, если это сделали специалисты? Про монтаж. Там, например, в этом кинематографе о Касьянове, там, например, показывается спальня, комната, но слова, которые, где они обсуждают, если это можно сказать обсуждение, они сказаны в ресторане на самом деле. Они были записаны в другой день и в другом месте. То есть на самом деле, ребята, это было вот так. Так что спальня нужна была для усиления эффекта, что даже, вот видите ли, в спальне человек делится, хотя он там ничем не делится, неважно. И не он говорит, но тем не менее. Монтажный эффект Кулешова-Гриффита, извините, из истории кинематографа. Так вот. Поэтому, мне кажется, не надо поддаваться на это. Это же выманя. Это нужно выманять. Ну, смотри, Виктор вот как поворачивает дело. Что ж тогда упрекать правительство, что оно плохо борется с коррупцией. У них просто тоже солидарность. Если говорят, что демократия – это примат процедур, то давайте по процедурам. Давайте по процедурам. А не по солидарным понятиям. Давайте по процедурам. Процедурам. Виктор абсолютно с вами согласен. Было принято решение, что Касьянов идет без праймерис. Для того, чтобы поменять процедуру, нужно согласие всех сторон, в том числе и бюро той партии Парнаса, которое держит лицензию. Бюро партии Парна не дало согласия, не поддержало Яшина. Это же все идет по процедуре. Это как раз солидарность в сохранении процедуры. И у нас с Казусом Плющевым была солидарность в сохранении процедуры. Нельзя уволить журналиста без согласия главного редактора. Это процедура. Я с вами, Виктор, абсолютно согласен. Вы полностью на моей стороне. Или, вернее, я полностью на вашей стороне. Ну, я помню, что мы точно так же говорили про процедуры, про изменение правил. Мы говорили, когда шла эпопея с Координационным Советом. Не, ну, это важная история. Да, продолжается. Получается, здесь пишет Сергей Петрович, что авторы и вдохновители этого безобразного, простите, фильма, и все, что за этим стоит, достигли своей главной цели. Да, пытаются достигнуть своей цели. И некоторые в нее попадаются или пользуются этим. Они не сознательно попадаются, сознательно пользуются. Будем хорошими, будем надеяться, что это просто несознательность. А Сергей считает, что надо всем оппозиционерам снять хоум-видео и выложить в виде противоядия. Слушайте, а вы что, правда думаете, что у тех же самых людей, у которых было видео с Касьяновым, нет флешек на остальных? Не оппозиционеров. А какая разница? Если бы это показало, вот это хоум-видео, там, не знаю, Сергеем Неверовым, предположим, да? А может, еще и покажут, между прочим. Потому что Касьянов-то премьер-министр Владимира Путина. Так, секундочку. Назначенный Владимиром Путиным, предложенный Владимиром Путиным. Так что, вот те люди, которые сейчас во власти, они думают, что на них вот флешек нет. Та структура, которая это снимала, вмонтировала в стены квартиры Касьянова, в котором живет городская квартира, а он живет на даче, да, они просто держали это, да, ну, какие еще стены, что вмонтировано? А что, когда показывали Скуратова, действующего генерального прокурора? Это вот что, нет, что ли? Ну, это лихие 90-х. Ни секунду, да, 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 это конец 90-х, Сережа. Не лихой. Да, и директором ФСБ был Путин Владимир Владимирович. Если кто забыл, я напомню. Да, просто, на всякий случай. Вы что, правда думаете, что этих флешек нет? А что вы думаете, что нет флешек на тех функционеров, которые принимали решение это показать? Вы что, вот правда думаете или передать это? Вы вот правда думаете? Интересно. Может, потому они и принимали такое решение? Думают, слушайте, но интересно думают, что думают сами возможные объекты. А что они не думают, как случится, так и случится? Ну, пусть они теперь знают это, да, что это возможно по федеральному каналу. Второй случай, ну, после Скуратова. Если уж мы заговорили о кино, я сейчас объявлю, да, объявлю сейчас о голосовании. Ты знаешь, я много проголосовала. 19,6% считают, что хуже то, что Касьянов остается для избирателя. А 80,4% считают хуже то, что затеяли внутри коалиции, скажем так, соратники. Вот вам результат, пожалуйста. Ну, здравомыслящие люди понимают, насколько это наносит ущерб. Вообще любое... Может быть, люди испугались, потому что думают, что иначе на них опубликуют. По-разному бывает. Я бы хотел еще об одном кино поговорить, о шпионском кино. Кино про... Теперь уже... Это совсем смешно, Сереж. Значит, только анонс... Я скажу, что самое смешное. Вот был анонс, там, несколько минутный, где было много ошибок в документах МИ-6 и ЦРУ. Это было когда? Воскресенье. В субботу-воскресенье. В среду вышел фильм, где эти ошибки были исправлены. То есть, внимание, оцени. Руководство ВГТРК правит документы ЦРУ. Кто кем управляет. Исправляет даты, исправляет имена. А вот, воскресенье было одно, а в среду другое. Какое имеет право руководство ВГТРК, там, Киселев, править ЦРУ, если он только не имеет на это право, как высокопоставленный агент того же ЦРУ. Я думаю, что... Резидент. Агент вряд ли. Это... Это... Я не уверен, что все заместители директора агентства. Нет, ну там же письма агентов, может быть, они под ним. Поэтому он имеет право править. То есть, он как руководитель сети. Как руководитель сети. Нет, а какое другое объяснение, что документы с датами, с ошибками были в воскресенье, а в фильме они уже исправлены. Это мог сделать только руководство ВГТРК по разрешению или прямому приказу ЦРУ. Проведя тотальный диктант. Абсолютно. Проведя тотальный диктант. Вот и все. Вот больше ничего про это кино знать не надо. Да? Когда руководство Российского, значит, в руководстве Российского федерального канала находят... Вот тут точное доказательство. Да? Резиденты ЦРУ и Ми-6. Вот чем ФСБ заняться бы надо, на самом деле. А может, ФСБ в курсе? Может, они двойные агенты? Может быть. Может. Ну, будем надеяться, что, как обычно, они слушают нашу передачу. Как обычно. Как обычно, примут это к свете. Унесут коррективы. Унесут коррективы. Скажи мне, пожалуйста, прав ли Навальный, что подает суд? Да. Вот Костянов не подает. Знаешь почему? Знаешь почему? Потому что в любом суде это будет разбираться и файлиться. И это останется для истории. Любой судебный процесс, да, это процесс, на который должны, например, прийти поставленные руководители Федеральной службы безопасности, которые пропустили агенты или ведут слежку за агентом, должен будет допрос их или отказ суда в их вызове. Это тоже многое значит. Киселев должен будет прийти и объяснять, как это он изменил внутренние документы ЦРУ, кто ему позволил изменять внутренние документы ЦРУ МИ-6. Конечно, прав. Вернемся к прямой линии с тем, что происходило вокруг Звездойча Цайтунга и заявлений Владимира Владимировича Путина по этому поводу и опровержения и прочего. Ну, значит, я смотрел прямую линию у себя в кабинете и когда это было сказано, значит, у меня что-то перещелкнуло, потому что, ну, понимаешь, есть области, где я как бы знаю и помню, есть области, где она там называет цифры безработицы, я тут ничего не могу проверить, да. Мне показалось это сомнительным, хотя я помнил, поскольку я слежу за рынком прессы, что Goldman Sachs, что-то было связано. Я начал проверять и проверял, минут 15 мне потребовалось, обнаружил, что это не так, и я послал смс-ку Дмитрию Пескову о том, что Goldman Sachs не подтверждается. Вот так я проинформировал его, соответственно, таким образом поставил известно, что мы начнем там эту ошибку обсуждать, что мы начали делать сразу. Уже вечером мне Дмитрий отписал со словами, что я был прав и что он завтра на обычном брифинге извинится, что он проверил и он извинится. Я отписал Алексею Соломину, нашему корреспонденту Пуловскому, это такой брифинг дистанционный, что тем не менее он должен задать вопрос про это, потому что это явная ошибка президента, лежащая в сфере ответственности чиновников. Какие-то Путин сослался на пресс-секретаре? Ну, а там вот эта странная история, обычно он никогда не ссылается, ни на каких министров, ни на каких пресс-секретарей, но сослался, да. Ну, я понимаю, значит, это связано с офшорами, и Путин ожидал вопрос об офшорах, и ему готовили справки. Справки ему готовили разные управления, включая разведывательные управления, наше, да, и ФСБ, и все, и Министерство финансов, и экономики, и управление Алексея Громова, безусловно, который отвечает за это, и Дмитрий Песков, поэтому довольно трудно сказать, где заложена ошибка, я приблизительно представляю, где она, но она точно не лежит в области медиа, в зоне ответственности Пескова, сейчас я его буду выгораживать, но не буду я его выгорать, потому что, на самом деле, конечная-то его зона ответственности, безусловно, он прав абсолютно в том, что он публично извинился, абсолютно прав. Мне вообще, когда публично извиняются представители, это хорошо. Я вообще не вижу, если ошибка отфиксирована... Есть ошибка, да. Поэтому, на самом деле, я думаю, что такие справки делаются перекрестным опырением, я думаю, что там не только управление Пескова, но, конечно же, отвечает, как конечный помощник президента, отвечающий за прессу, Дмитрий Песков, и, конечно же, он абсолютно сделал правильно, что, проверив, он извинился. Нет, но это нормальная история как раз с извинениями, это абсолютно нормальная история. То, что... Я знаю. Иначе мы продолжали бы ее до сих пор разбирать, возвращали туда издателей. Нет, во-первых, я не знаю, мало ли, чьи там были доклады, мало ли, чем это было вызвано. Но когда пресс-таше, главы государства, говорит, да, обмешурились, все, это нормально. Я обмешурился, взял на себя все. Все, нормально. Это нормально. Слушай, а правда, Дойче Цанктон поддерживает преследование журналиста уголовное... Не поддерживает преследование. Это все большая... Слишком про Эрдогана. Это все большая лажа, то, что у нас публикуется по поводу истории с этим журналистом Бемерманом. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что, конечно же, я абсолютно не поддерживаю решение Меркель разрешить начало дела, начало расследования не уголовного процесса, а расследования этого дела. Но, тем не менее, к Виктору о процедурах. Значит, статья уголовно-процессуального... Я разбирался в этом, естественно. Статья процессуально-уголовного кодекса Германии, 103, которая была внесена в УПК, внимание, в 1871 году по требованию канцлера Бисмарка. Так, на секунду. Ну, я же историк, Сереж. Да, мне интересно. Она говорит о том, что правительство должно давать разрешение в случае, если подают в суд иностранные руководители и представители иностранного государства. Речь идет, конечно, не о любом иностранце. И тут есть хитрость, которую я сейчас расскажу, а ты не знаешь. Дело в том, что, как мне сейчас представляется, то, что я успел утром сегодня набрать, подано два иска. Один иск Эрдогана, частного лица, и здесь не нужно никакого разрешения правительства. Он подал в прокуратуру, по-моему, города Майнс. Частный человек Эрдоган. С любым гражданством. Ну, как? Ну, тут послушайте. С любым гражданством. Тебя оскорбили, да? Ты оскорбил человека где-то там. Он подает в суд. Ты российский гражданин, подает в российский суд. Ты оскорбил в российском мете. Да? Вот условно говоря, если ты оскорбил Арбаму, Арбаму мог подать на тебя. Ну, конечно. А любой. Ну, если бы я оскорбил Джона Смита... Джон Смит может подать. Почему? Джон Смит может. Если я публичный, вот сейчас возьму. Джон Смит. И так далее. Мы уходим. Да. Значит, Эрдоган подал, как частное лицо, по-моему, и здесь, повторяю, никакого правительства разрешения не требуется. Это частное лицо. Но он также подал, как глава государства. Это через посольство, через посольство, посольство и так далее. Вот здесь вступает эта статья. То есть, она как бы выделяет руководителей государств особую процедуру. Если частное лицо, там, тюремное заключение до пяти лет, то глава правительства до трех. Так вот, для того, чтобы глава правительства начать расследование по главе правительства, это было в свое время принято для защиты своих журналистов немецких в 71-м году. Так, на секунду. Требуется специальное решение правительства. Внимание, не Меркель, а решение правительства. Так вот, правительство разделилось пополам. Ровно пополам. Еще раз. Правительство Меркель при голосовании разделилось пополам. И в таких случаях плюс один голос – канцлер. Поэтому я и говорю, что это решение Меркель. При этом это разрешение на процедуру. Это не признание виновным. Это вообще разрешение правительства на процедуру. Но при этом Меркель в согласии с своими партнерами по коалиции социалистами, которые проголосовали против, она обещала и вносит, что в 2017 году эта статья будет изъята из УПК. Все, ее зачеркнут. Глава правительства, не глава правительства, а частный гражданин. Это то, что касается процедуры, любезной нам с Виктором.